Здесь вчерашних школьников, а также и выпускников колледжей и вузов консультируют по всем волнующим вопросам о программах обучения. Инженеры разных профилей, строители и конструкторы, специалисты по цифровой информационной безопасности и многие другие технари получают образование в Политехническом университете. Очень возрос интерес ребят, особенно выпускников колледжей, к техническим, к настоящим инженерным направлениям. Это электроэнергетика, это машиностроение, строительство, профиль промышленное и гражданское строительство. То есть сейчас уже мы подбираемся к тому, что мы готовы зачислить полную группу детей. Но раньше 6 августа, к сожалению, мы этого сделать не можем. В Политехе до 24 июля абитуриенты еще могут подать заявление и пройти вступительные испытания. Для большинства направлений это только результаты единого госэкзамена. По суммарным баллам поступающий занимает свое место в общем рейтинге. Верхушка ближе к бюджетным местам. На них зачислят до 3 августа тех, кто успел раньше подать оригинал школьного аттестата. Кстати, бывает, что не приносят и вылетают. После томительное ожидание – прошел, не прошел. Мы указываем в заявлении 5 направлений подготовки. Участвуем в конкурсе в разных направлениях. И шанс того, что даже может быть не сильно большим баллом ЕГЭ, учиться на бюджете – это вполне доступно. Вы перенаправляете? Перенаправляем, конечно. Мы консультируем. Ребята до 25 июля могут приоритеты добавлять, убавлять, менять заявление, приходить лично через личный кабинет абитуриента. Перенаправлять себя могут и сами абитуриенты. Для этого на сайтах вузах публикуют рейтинги поступающих. Можно отслеживать статистику приема на направление. У каждого есть право подавать заявление не только на 5 программ обучения, но и в 5 разных организаций. Трудность состоит в том, чтобы соотнести графики внутренних вступительных испытаний. В педагогическом университете предлагают такие современные технологии для того, чтобы узнать больше, а как именно готовиться к вступительным испытаниям. Мы открываем приложение для считывания QR-кодов и переходим на одно из предлагаемых направлений. В этом видеоролике нам студентка направления физическая культура, циклические виды показывает, какие испытания приходится пройти абитуриентам. Поток абитуриентов в этом году начался немножко позже. Ребята с оригиналами пошли уже на вторую неделю приемной кампании. Плюс это связано еще, конечно, с тем, что в этом году есть единый день пересдачи единого государственного экзамена 4-5 июля. И, конечно, мы ожидаем еще одну волну абитуриентов, которые успешно пересдали тот или иной предмет. В этом году в Алтайском государственном педагогическом университете 1360 бюджетных мест. В соотношении с договорными местами, то ребята, которые планируют поступить к нам на договор, это более тысячи мест. Примерно 50 на 50, но заявлений на платное чуть меньше. Также и в техническом университете 1581 на 1374. Договорные условия подходят не всем, но абитуриенты страхуют себя и дописывают в заявлении и такой вариант. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев, День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова